здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор вчера на на канале юрия дудя вышло очередное интервью с марией певчих и разбором невербальных сигналов тела я решила сегодня заняться вместе с вами но давайте не будем откладывать в долгий ящик и давайте выяснять что же на самом деле представляет из себя этот человек и вообще зачем зачем она занимается этой деятельностью здесь вопрос вот язык тела он дает безошибочный ответ зачем для того чтобы тешить свое самолюбие или для того чтобы отстаивать свои какие-то идейные принципы давайте посмотрим по ее сигналом тела и сделаем определенные выводы пока алексей навальный сидит в тюрьме есть ощущение что ты главное лицо фонда борьбы с коррупцией видите на том что касается ее дела она поднимает челюсть вы знаете те кто у меня на канале уже давно вы отлично знаете что поднимание челюсти значит что человек готов за это драться человек готов отстаивать эти свои интересы и мы из этого я делаю выводы что для этого человека очень важно отстоять эти принципы да алексей навальный это ее соратник да и она готова за него драться вот это вот сразу видно по сигналам тела сразу вот как только включаешь это четырехчасовое интервью самых первых секунд вот с этого начинается ты делаешь расследование ты в кадре ты а что касается ее скажем так личных каких-то амбиций да вот юрий перечисляет ее личные заслуги то что она в кадре да казалось бы ну человек публичный и большинство публичных людей идет в эту самую известность для того чтобы светить лицом что называется да и для каждого такого человека это как знаете гладить по шерсти да и если человеку это важно он будет поднимать челюсть то есть человек поднимает челюсть на том что для него важно за что он будет отстаивать но вот какие интересы он будет отстаивать но здесь я не вижу никакой реакции она просто сидит и слушает да вот на вопросе о навальном там было поднимание челюсти наклон головы в бок то есть еще посмотрим кто победит я готова драться да а здесь вот прям просто сидит выслушивает и это и из этого я сделала выводы что это для нее не самое важное да да она светит лицом да она работает публично но это для нее не самое главное что ее привело в эту деятельность и общаешься с хилари клинтон и много делаешь всего остального мы стратегически назвали этот фильм прямо его фамилией соответственно видите опять речь о навальном а ну кстати вот а мне не хватило в интервью вопросов о личных отношениях с навальным но в общем то я простила это и юрию дудю и данной героини потому что в общем то здесь в контексте того что она сказала она говорила намного более интересные вещи вот лично для меня поэтому в общем то это можно простить и смотрите вот с каким энтузиазмом она опять загорается на на том когда рассказывает об алексея навальном да о том вот фильме который они выпустили но и мне прям стало интересно посмотреть этот фильм именно это имя остается на афишах и во всех анонсах и по всем телевизорам и обратите внимание опять челюсть высоко до первым что вот это имя навальный не сходила с первых полос газет чтобы о том что его попытались убить о том как мы это расследовали о том что с ним происходит сейчас говорили как можно больше и как можно чаще потому что мне кажется очень даже я уверена что таким таким образом мы ему обеспечиваем какую-то страховку очень здравая мысль я ее в этом поддерживаю вообще конечно мне вот несмотря на то что такое длинное интервью я с огромным удовольствием его смотрела должна сказать и вот даже них не хватает ну скажем некоторых моментов мне может быть и не хватило но некоторые моменты можно оставить марии потому что она сказала так много интересного так много вообще захватывающего я узнала но мы сейчас с вами по этому всему пройдемся адам но напомните когда в предыдущем разборе я вам показывала момент касаемо волос вот этих скажем вообще истероиды очень часто используют и люди публичные используют поглаживание волос там поправляние волос самолюбование с волосами это было у нас когда я разбирала по моему даву вот там вот прям по волосам было понятно где он говорит я красавчик когда мы разбирали катю коносову мы вот заметили что она любит делать вот такой жест прятать волосы за ухо и говорить какие-то вещи касаемо дела да и кстати ксения собчак которая у нее брала интервью она тоже этим но так сказать больно да если можно так выразиться да ну то есть вот эта вот ситуация с волосами она трактуется двумя способами уже да мы обнаружили но вы знаете я сейчас когда наблюдала за марией певчих я поняла что это все можно объединить в один такой большой скажем в одно такое большое значение что такое волосы для женщины это сила это энергия которую она накопила за время пока волосы росли ведь что такое волосы это полая трубочка которая накапливает энергию до которая накапливает то что в жизни человека происходит да и вот это собирается в волосах это такой знаете как аккумулятор и вообще для женщины почему раньше например женщины вот отращивали длинные волосы и это очень ценилось потому что это была женская энергия и вот в данном случае знаете я бы трактовала это как место силы вот даже вот получается что вот эти две трактовки которые мы ну вот у давы и у кати коносовой абсолютно разные казалось бы но их можно объединить одним волосы это место силы и мы либо демонстрируем эту силу либо убираем немного в сторону для того чтобы ну скажем так ну сформировалась уже какая-то мысль и ее выдать да и ну чтоб ничего не мешало но ведь сила это же еще и груз чем больше у тебя имущество тем больше у тебя ответственности да и поэтому вот волосы вы знаете это можно и трактовать так что это как сила до наработка человека и еще когда человек притрагивается к волосам бывает так что это такой знаете жест манипулятор для того чтобы отвлечься потрогать свою силу потрогать свое свои наработки до убедиться что ты чего-то стоишь что-то значишь да отсюда почерпнуть какую-то идею может быть до энергию вот обратите внимание я собрала некоторые жесты касаемо волос и везде она по-разному это делает и давайте наблюдать за этим другие 20 процентов в этой фосфатной империи принадлежит научным руководителю путина тыс какой-то так видите волосы за ухо спрятала то есть волосы не мешайте это вот отсылка кати коносовой кстати если вы не смотрели обязательно пересмотрите это интервью оценкой говоришь про то что он прорыл себе правил как ну и что видите опять волосы ты был в кировске то есть норвегия наша канад швейцария готовы закрывать глаза на какие-то вещи на которые закрывать глаза не стоит и это это не это как бы а здесь уже волосы пошли так я сейчас перекрыла немножко сейчас я себя в сторону немного уберу вот смотрите вот эта схема у меня в книге она тоже и в обучении по физиогномике я ее использую здесь зоны на лбу и вот в данном случае центральная вот это вот место на лбу это зона его и смотрите волосы убирает зоны эго и говорит о том что англия слишком много но сделала для того чтобы богатые люди все приехали в англию и получается что вот скажем такая вот вещь и она как раз ну вот решались вопросы эго это значит что самые престижные до самые такие вот заслуженные люди да можно сказать свет мирового сообщества да вот самые сливки общества приезжали в англию до англия сделала все условия для этого и вот сейчас она прям иллюстрирует казалось бы откуда она знает что именно это место надо демонстрировать а ну все вообще в нашем теле настолько заложено настолько читается что просто вообще мы иногда делали жестикулируем и сами не понимаем почему а вот именно поэтому что наше тело вот знает какие места за что отвечают понимаете не тут очень интереснее это не бак когда ты приезжала и твой папа плачула тебе обучение кем он тогда работал видите а здесь немножечко даже перекрестный жест и ей это не нравится это об этом еще будет фрагмент по поводу папы нам но вот здесь то что волосы она прячет да действительно волосы здесь ей мешают да и она их убирает чтобы они не мешали соответственно можно это трактовать что но ближе делу да давайте отвечать но вот в данном случае то что она делает это другой рукой говорит о том что она волнуется ей это не нравится тогда он работал в замедляет ответ очень сильно добавляет какие-то несуществующие детали вообще конечно что касается отца то там есть еще будет еще у нас в конце фрагмент по поводу отца в краснодарском крае он жил тогда в геленджике и управлял сетью небольшой сетью из нескольких гостиниц старых советских которые чуть-чуть переделали сделали получше каждую неделю выступал кто-то очень крутой премьер-министр какой-нибудь страны или бывший премьер-министр верка великобритании видите а здесь касаемо имиджевых вещей да получается волосы каса касаются того что приезжал вот премьер-министр то есть здесь уже ну вот трактовка в целом вообще вот трактовка по поводу волос это энергия до энергия человека накопленная особенно женская энергия да и вот как она распределяется ведь женщины не только но могут свою энергию направлять на мужа там на семью на домашние какие-то заботы и женщины могут проявлять себя в социуме да и вот как бы она фиксирует фиксирует вложенную энергию да и поддерживает себя еще раз притрагиваясь к этой энергии понимаете прости например приходит ангел мерки всячески уклоняться и уклоняться можно главное просто главное просто не брать повестку там было перед видите вот очень кстати хороший совет ну вот к россиянам не берите повестки это прям браво палка да действительно баранец назвал видите а здесь прям двумя руками из зоны эго убираются волосы жданова и кому это вышел единого да по моему не были заема фира назвал а но там как раз был удар по эго удар по там что-то кому-то нахамили в эфире да и ну скажем ее подчиненные или как я не знаю какая там иерархия но она конечно же лицо публичное в этой структуре до алексея навального не не знаю какое оно место там занимает но видимо по ее эго это очень сильно ударило и вот сейчас ей хочется как-то скажем так эго свое и эго организации как-то очистить да и вот она вот так вот делает волосами и мы понимаем что здесь затрагивается вопрос эго и время и они же там и вроде пока так выглядит так что конструкция достаточно устойчивая смотрите а волнуется волнуется ведь а нет тут тут получается что одной рукой она держит зонтик она этой рукой не может жестикулировать да и делает перекрестный жест но знаете тогда перекрестный жест делим на 2 на половину потому что ну как бы здесь есть уважительная причина для перекрестного жеста надо вот еще интересный жест по марии который я заметила она перехватывает руку и держит она очень долгое время вот именно так держала руку а и это смотрите получается левая рука у нее свисает а правой рукой она поддерживает мы знаем что левая рука это ему эмоции да причем руки это то чем мы берем да то чем мы действуем этот наши хватательные элементы да вот вот эти щупальцы на так вот получается что щупалица в в этом в эмоциональном плане ну вот висит без ну стара скажем так не включается а в деловом плане поддерживает дел деловой щупалец он поддерживает эмоции ну то есть она получается мозгами немножко контролирует свои эмоции она пытается сдерживать эмоции ну вообще конечно жестов там было много представляю если по на себя не сдерживала нам бы было намного больше работы а как это случилось если коротко то ты увидела что он на тебя в твиттере да 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 я увидела видите долго волосы поправляет и здесь она говорит о человеке который помог родиться их фильму а я к сожалению не записала его имени и не знаю кто это но прошу простить мне эту оплошность но вот для нее очень приятно то что он обратил внимание на но на нее да и на ее движение и ну для нее очень приятно то что вот они собрались да и сделали этот фильм она она действительно в общем-то заслуженно считает это своей своим достижением да и поэтому вот так вот так долго поправляет волосы понимаете для нее это вот прям но она как щупает вот знаете как помните этот состоятельный крот там пересчитывал свои деньги и прям прощупывал до их там получал кайф от этого вот здесь то же самое понимаете волосы это энергия женщины это не обязательно про деньги это энергия энергию можно перевести и в деньги и в славу и в признании и и во власть то есть энергия это то что мы можем куда-то направить и в данном случае вот это вот по траги притрагивание к этой энергии добавляет дополнительное удовольствие на человеку и здесь конечно же я думаю что можно простить марии этот жест действительно очень здорово что она произвела впечатление она или ее деятельность ну не важно важно что фильм родился и мне прям очень хочется его посмотреть я я бы мечтала чтобы у меня была какая-то более романтичная интересная история нашего знакомства но нет видите челюсть поднимает и отклоняется понимаете как бы да я бы хотела вот я бы даже подралась за это но но я не буду драться и так хорошо да и откладину нет они не тоже не чуть-чуть так я бы подралась за это но наверное не стоит я этого боюсь да то есть вот отклонение это уже страх да получается я бы дралась но ладно себе дороже да себе дороже драться видите как отклоняется но и и хочется и колется меня подписано в твиттере ну естественно 10 минут я просто бегала по квартире кричала послала скриншоте видите много иллюстраторов говорит о том что эмоционально вовлечена то есть ей это понравилось она прям сейчас это так воодушевленно рассказывает это действительно была находка понимаете вот благодаря вот их симбиозу благодаря тому что они нашли друг друга родился этот фильм и сейчас насколько я знаю он номинируется на оскар и я надеюсь что победит скриншоты мамы и бабушки ну где вы посмотрите кто на меня подписался а потом подумайте опять взяла себя в руки кстати вот а вот это вот я никогда трактовала вот этот жест я не сказала вот это ваш важную фразу взяла себя в руки получается вот эмоции перехватила до правой рукой вот это вот прям четкий жест взять себя в руки да что ну то есть очевидно что и периодически вот рука вылетает из этого захвата да и опять начинаются эмоции потому что действительно эмоции здесь очень сильные он подписался на меня на кристо грозива она навального но я поняла что конечно же это из-за фильма и он человек такой политически очень прошаренный он и нас следит за все это политическое простроить а что и на навального и нагрузил тоже я это переживу молодец вообще юмористка я вижу такую играет обиженную но смотрите совсем здесь нет обиды вот я вам объясняю когда вот так вот перед вами начинают играть обиду она во первых ну да действительно поджимает подбородок что говорит о том что она скрывает эмоции да неважно какие вот поджимание подбородка это скрывание эмоций губы у нее не поджались а так вот она поигрывает до губки бантиком она так красиво это делает вообще просто надо у нее научиться до челюсть вверх поднимает и в конце ну она даже не в конце а сейчас она просто смеется как пишется да то есть да конечно невообразимая травма для марии певчик но она как-нибудь с этим справиться а да дальше следующий жест который я хочу вам показать это жест подавленности это просто на тех моментах где мария говорит о чем-то ну о том что ее сильно угнетает она показывает нам этот жест обратите внимание абсолютно я считаю что этот человек у которого есть а как фильм руки между ног и вообще если вы видите такой жест это значит что человек не будет драться человек подавлен человек находится в крайнем эмоциональном истощении по крайней мере в той теме о которой он говорит да значит и наклоняется вперед иллюстратор выставляет лопаем манн black штучка которая делает и стирает людям память ну то есть это и я не исключаю это то есть это вызывает в ней ужасные ужасную подавленность да то есть она рассказывает об этом немного эмоций выдает да потом опять руки прячет то есть для нее это вообще ну вот борьба которая заранее проиграна да она понимает что с этим бороться невозможно это вот вот ну никак вот я пыталась до бороться но я не смогла и поэтому сейчас я уже даже не буду браться за это лучше прям ну что-то с этим делать да то есть вот это просто это очень сложно победить и покупает клуб челси когда это только произошло я подумала ну как бы ну странноватое решение такое но не знаю вот никто это же был еще не модно никто этого особенно из русских по крайней мере не делал а потом я как поняла в чем был смысл смотрите вот замедленное я сделала но сначала печаль челюсть вниз удивление и смотрите поджимает подбородок сожалению отклоняется и улыбка только ртом причем улыбка такая очень печальная дальше еще отвращение и челюсть в сторону смотрите как вот вот челюсть в сторону то есть это скрываемая агрессия она ненавидит лютой ненавистью абрамовича да и поэтому но скажем так но на сегодняшний день к сожалению у нее нет инструментов победить его вот как трактуется все в комплексе да но вот лично она его просто ненавидит я понимаю вот есть за что и каждый раз когда я вижу в где-нибудь вот таком регионе не знаем подростков которые приходят фотографироваться с навальным на android и вот с этим она тоже получается не знает как бороться но действительно вот она говорит о тех вещах которые ей не подвластны вот абрамовича победить да но по крайней мере до сегодняшнего дня у нее это не получилось и вот эта бедность это жуткая бедность вот о которой она сейчас говорит она тоже также прячет руки между ног то есть вот это подавленность это и вместе с виной отклоняется телефон куплен и складчину четырьмя людьми я понимаю что вот это надо держать в уме когда мы делаем свои расследования и когда мы занимаемся своей политической деятельностью вот вот эти реалии надо держать в уме да конечно я наверное не буду комментировать свои эмоции по поводу этого всего да действительно вот это вот подавленность которая ну вот которую демонстрирует ее тело она действительно но имеет место быть и мы с вами это видим следующий фрагмент значит наши любимые пинки до ногами как человек скажем так показывает свои эмоции ну вот обратная сторона коррупции смотрите обратная сторона коррупции и потирает обратную сторону руки то есть это четкий иллюстратор да и дальше где теперь за 20 смотрите пинок да вот потирает руку дальше пинает ой я как раз под пинок попала до пинает и обхватывает смотрите еще натягивает штанину то есть ей это очень не нравится она хочет это от себя оттолкнуть потом натягивает одежду она хочет от этого спрятаться закрыться а потом она хочет от этого дистанцироваться и поджимает коленку к себе ближе и закрывает это этим складыванием рук до баксов можно точно также купить и не знаю данные о перелетах детей путина ну вот даже учитывая все коэффициенты то что речь идет о других 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 рисках и другого уровня дохода я могу использовать все эти коэффициенты умножить несколько раз но все равно уровень их потенциальных потерь не впечатляет меня кто вам разрешил поднять коптер над резиденцией дмитрий медведев никогда ни при каких обстоятельствах мы не согласовываем запуск к дырка видели как она пинает на коптера ни с кем не но вопрос был не в том что согласовали а в том что подожди а как возможно что фсо охраняет резиденцию на валдае и не мешает коптеру ну как летит летит диджай и вот вставь кусочек видео как летит диджай нато резиденции путина в алдае ребят браво аплодирую стоя оказывается чё так можно было молодцы вот я так рада что в россии есть такая организация который который состоит из таких смелых людей которые просто пробуют и в итоге получают результат понимаете вот это вот очень здорово что она об этом рассказала и я думаю что для многих это станет таким примером до примером что на самом деле все не так не так страшно может быть да безусловно страшно и она говорит о многих вещах таких которые действительно опасны да но все таки есть есть в этой системе много лазеек и эти лазейки они на поверхности вот это вот просто меня вдохновило честно говоря адам теперь давайте посмотрим как мария плохо относится к человеку и какие жесты а при этом мы увидим еще недавно он был советником президента башкортостана но не поддержал войну и теперь в эмиграции смотрите выставила лоб на тяги сейчас на тень будет натягивать одежду и смотрите вот сейчас вот натягивает немножечко так рукав рубашечки да но это очень показательный жест она слушает да но он отстранилась немножко да вот сразу я даже не знала что она сейчас скажет но по ее жесту было понятно что она очень плохо относится к этому человеку дальше она объяснила почему вот по этому жесту сразу видно отношения то есть она закрылась можно сказать эмоционально до закрылась натянула получше одежду чтобы скажем так это как отвращение понимаете отвращение это это же дистанцирование до от объекта опасного там или неприятного вот это то же самое получается что натягивая одежду мы как бы хотим дистанцироваться от чего-то о чем идет речь а если речь идет о человеке значит к этому человеку мы относимся очень плохо обращайте на это внимание снова сейчас он передумал и считает так послезавтра он придумал это будет считать по-другому видите опять пинок по-моему с такими людьми связываться не надо это все что я пытаюсь сказать и со стороны вот этой вот репрессивно диктаторской государственной переходить на сторону все-таки другую так я поэтому сюда и говорю что в санкционной списке сейчас должны быть пересмотрены их механизм и туда смотрите пошла жестикуляция во-первых я вот здесь выложила схемочку схемочку с пальчиками сейчас я себя немножко в сторону уберу пальчики значит пошли оба пальчика который касая относящиеся к руководству и смотрите куда пальчик упирается щека это наш ресурс и в данном случае хоть она и прибеднялась несколько раз по поводу этих списков да это все ничего не значит это всего лишь наш какой-то списочек на самом деле она очень рассчитывает на это рассчитывает на то что в какой-то момент этот список очень хорошо сработает это их ресурс это их скажем оружие даже но не оружие а и их наработка наработка вот как раз щека это наработка это ресурс вот то чем они обладают и в общем то ну вот это их сила можно сказать сила которую они накопили именно трудом понимаете вот эта кубышка которую мы собираем вот если там что касается богатства до или каких-то ресурсов вот вот это щеки и получается что на щечку она так давит и при этом давит указательным пальчиком поэтому с этими списками еще мы о них вспомним я думаю но сейчас конечно же она с одной стороны о списке говорит да а с другой стороны как то так вот во время всей беседы у меня сложилось впечатление что она пытается уменьшить значение этого списка но знаете я бы здесь не расслаблялась вот здесь вот очень большой большие ставки на этот список им имейте ввиду те кто туда попадают лучше как-то рекомендуйте себя хорошо чтобы в этот список не попасть я думаю что они рассчитывают на какой-то инструмент с помощью которого в дальнейшем вот те кто будут в этих списках будут ну как-то вот что-то должны а должен быть список внесенного механизма выхода из санкционных списков с другой стороны я как человек осуждающий то что сейчас происходит поддерживаю вот честно честно скажу и здесь конечно же хотелось бы чтобы меньше было людей которые рассчитывают на то что в дальнейшем им все это забудется не забываются такие вещи и ну чем быстрее вы это осознаете тем лучше но это извините за мои личные вставки да но вот с одной стороны вот как-то и страшновато как она про эти списки говорит а с другой стороны это обоснованно понимаете когда сейчас то что сейчас происходит списке это меньше что но можно сейчас предъявить тем кто это поддерживает да значит следующее но и очень сложная тема в жизни марии которая но вот мне даже многие из подписчиков написали что вот в этой теме ну вы прям почувствовали да видимо уже давно у меня на канале кто впервые пришел на канал не забывайте подписаться кстати поставить лайк там на комментарий написать в общем все как 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 я люблю да но вот в данном случае вот вот эта тема для марии очень болезненная и сразу как только зашел об этом разговор я это почувствовала я это увидела давайте посмотрим мы все и вы тоже это сейчас увидите а я сейчас себя лучше передвину так потому что я не там будут загораживать да итак включаю фрагмент это обучение оплатил твой папа расскажи кто твой родитель моя мама на пенсии уже и смотрите как она строит разговор причем на другие вопросы которые задавал юрий она отвечала очень четко кратко по существу ну знаете как солдат вообще ну там эмоции добавляла очень крайне ну вообще у нее прекрасная речь она очень здорово рассказывает а вот здесь смотрите получается стопор и речь шла о папе в общем то но она переводит разговор на маму и вот как-то начинает про маму мама на пенсии потом еще раз говорит что мама на пенсии папа а слышишь сложно отвечать к что а вот видите эта тема очень сложная потому что здесь есть что-то что за что марии стыдно я не знаю что это вот лично я не знаю но вот мария для себя считает этот вопрос ну скажем это для нее слабое звено такой кто такие чем они занимаются мама на мама на пенсии папа работает насколько я понимаю в каких-то около научных стартапах так очень обтекаемо ответила и в общем то я ничего не поняла кроме того что от меня что-то скрывают давайте дальше смотреть не подсказывали мне куда ехать как какой университет выбрать это я все нашла сама пожимает плечом нашла сама но не сама может кто-то подсказывал но это это не столь существенно и когда нашла и когда поступила у они с огромной поддержкой к этому отнеслись здесь был пинок просто этот немножко перекрывает вот эта штука одна из компаний где он является владельцем другой очередитель там акционерная притопнула ногой вот бессознательно она хочет чтобы юрий не задавал этот вопрос она хочет его закрыть она хочет прекратить говорить об этом общество зеленоградский нанотехнологический центр который получил подрядов для минпромторга на много миллиардов рублей папа работает в этом бизнесе но то как тщательно мария пытается эту тему спрятать говорит о том что вот в этой плоскости что-то скажем так присутствует такой не очень хорошие для нее по крайней мере о чем она не хотела бы чтобы мы знали но знаете вот лично мне очень понравилось то что она рассказывала вот эти все расследования если вы еще не подписаны на канал навальный обязательно это сделайте потому что это потрясающая просто работа то как они проводят свои расследования как они докапываются до всего это вообще просто я в я в восторге от их деятельности и очень рада благодарна юрию что получилось послушать из первых уст как это все происходит и и так далее да и я я очень надеюсь что в дальнейшем в скором времени эта организация станет более мощной и возглавит то что сейчас так необходимо россии вы понимаете о чем я говорю я очень надеюсь на эту команду очень надеюсь что алексей навальный все-таки выйдет выйдет из мест заключения я очень надеюсь что все будет хорошо желаю вам всем чтобы у вас все было хорошо замечательно берегите себя своих близких не забывайте поставить лайк этому видео подписаться на канал да если хотите продолжение я не все фрагменты сейчас показала просто хотелось показать самые такие вот самые вопиющие да если вам вы хотите продолжение то активно продвигайте это видео делитесь со своими знакомыми чтобы youtube видел ранжировал хорошо если хотите чтобы его увидели тоже другие пользователи делайте активность я буду вам очень благодарна да значит что я сегодня просто немножко не не очень эмоционально чувствую себя потому что нахожусь в турции у нас тут происходит что-то непонятное и тоже новости ужасные вообще конечно февраль что в прошлом году что в этом году преподносит ужасные сюрпризы которые просто выбивают из всех возможных состояний и в такой ступор вводят я надеюсь что у вас все хорошо оставайтесь вместе со мной я с вами прощаюсь пока пока